приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы прежде чем заложить картофель на хранение необходимо выполнить ряд правил и это очень важно для того чтобы действительно картофель хорошо сохранился причем сохранился до нового рожая так у нас сейчас получается они так как раньше выкопали в огороде на солнышке выложили вечером заложили в погребе одна температура картофель нагрелся другая температура и гниет портится только выносим с подвала поэтому вот смотрите мы собрали картофель и сложили в ящички здесь у нас под навес накрыто было чтобы не озеленялась этот картофель мы вам показывали это было как раз время козерога при растущей луне вот этот весь картофель выкопан был и сейчас я его готовлю так как лечебный период прошел сейчас телец уже убывающая луна мы сейчас будем готовить картофель к зимнему хранению что для этого надо я сейчас вам покажу чтобы подготовить картофель к хранению уже очень много лет минимум пять лет если не больше это уже шестой я беру картофель аккуратненько у меня вода специально греется на улице она должна соответствовать температуре как раз воздуха и картофель имеет такую температуру и вода не должно быть ни в коем случае контраста но сейчас это замачивается затем я мою смотрите я придумала сейчас другой способ не использую уже те перчатки которые у меня были раньше пластиковые а вот такие перчатки вот это позволяет хорошенько мыть затем вторая вода вот здесь у меня моется видите сразу же видно так если грязь была ровненько и ее бы не увидела но это у нас выбраковывается но это вот второй раз моется и я сейчас придумала новую вот такую ситуацию когда мне не надо долго находиться по одной картошке раньше мыла это раствор марганцовки я вот нашла вот такую старенькую свою крышку крышку видите какая она из лозы и вот здесь картофель у меня где-то 3-5 минут находится это во первых что я что я добиваюсь когда я выдерживаю вот в этом растворе первое это то что лоски если даже расти будет картофель я его прижигаю и он не так растет как обычно если бы не было этого представить и замочила бы ну а потом высушишь все равно вот именно вот это раствор у меня этот раствор видите есть я его постепенно по чуть-чуть добавляю здесь чистая вода и сюда же вот уже второй раз мытый картофель и вот так легко очень смотрите как набирает накладываю и я практически руки мои не прикасаются к марганцовке это замечательно вот это придумала потому что раньше я вот так вот с этого с этой миски выкладываю в другую миску и получалось что как раз руками нужно было и пользоваться еще и марганцовкой но для рук это нехорошо даже в перчатках все равно марганцовка переедает вот смотрите вот пять минут она здесь у нас должна быть находиться пусть она находится я тогда следующий как раз следую по следующую порцию в эту миску и затем набираю вот выкладываю вот сюда смотрите он такой чистый красивый отборный картофель но вы знаете на сколько раз перемываю перебираю а утром мы покажем вам что мы у нас получится завтра когда мы уже будем готовить к закладке на хранение в погребе а пока пусть он сохнет вот она утро в тельце обывающая луна прохладно как раз очень хорошо погребе у нас сейчас плюс 13 а где-то плюс 14 сейчас здесь на улице у нас и я сейчас занято утром очень важной работой смотрите тепленько в куртке можно теперь работать сейчас очень важный момент когда я уже полностью перебираю картофель и закладываю на хранение посмотрите я вчера не видела даже если вот эта марганцовка здесь чуть-чуть надрез капелька но может не хранится может заболеть поэтому вот это утренняя еще завершающая такая переборка очень важна я вот этот картофель отбраковываю он пойдет на питание в первую очередь он не будет храниться хорошо даже при том что марганцовка прижарила поэтому я еще раз просматриваю до процесс длительный это где-то у меня пусть она там лежит зато я сейчас сразу же не просто так просматриваю и складываю не все подряд ну вот этот картофель хороший крупный картофель весь у меня идет ведро это уже будет идти в погреб вот смотрите даже не видела казалось бы да там это уже поработал дратянник еще несколько штук у меня в этом году вот таких картофельных есть хотя и горчица и все но вот это очень мало по сравнению с тем что раньше было потому что дратяника было много очень помог сидерат этот картофель тоже остается его мы не используем а вот вот эти красивые картофельные они целенькие видите просто душа радуется они вчера были помыты прошли купание марганцовки вот ночью они охладились и почему я не днем это делаю потому что будет днем будет жарко все равно теплее нам надо как раз почти выровнять вот здесь тоже видите чуть-чуть уже порченый картофель чуть-чуть лопатой этот не пойдет на хранение это первую очередь будет ну а сейчас очень важный момент так как у нас особо и выбирать то нечего отдельно не выращивается картофель для семян поэтому вот смотрите сейчас вот это важный момент вот такой картофель я выбираю сразу же и такой и такой это вот ящички которые подготовлены содой на семена вот эти картошечки как раз все пойдут на семена почему так важно видите я здесь где семена маленькие ящички купили здесь буквально такой будет вот слой немного нельзя полную засыпать семенной картофель я его специально в такие ящички раскладывать для того чтобы потом увидеть через месяц-два обычно к новому году я уже вижу какой он я перебираю и тогда уже готовлю полностью к тому чтобы его готовить к посадке вот замечательная картошечка вот это очень хороши картофель для посадки вот это самый супер ну конечно при нынешних условиях лучше вот такой чем мелкий вот но в данном случае можно если есть выбор я стараюсь выбрать есть возможность и выбираю вот такой картофель вот такой это пойдет на семена это пойдет на питание и вот так вот я перебираю набираю ведро и аккуратненько снова же с ведра чтобы мы стараемся все время вручную выбирать мягко мы один раз мотоблоком поработали выбирали в общем у нас процентов 50 картофеля было испорчено только мотоблоком и все ушло вот этот урожай очень важный для нас это второй хлеб поэтому руками легко выбираем не бросаем его аккуратненько моем аккуратненько складируем действительно ценим как второй хлеб и затем очень аккуратно будет переложено в подготовленные в погребе деревянные ящики там очень темно поэтому снимать не буду в погребе а сейчас просто вот показываю что мы делаем каким образом мы причем по сортам вот это сразу же один сорт будет будет в ящике один сорт во втором ящике другой сорт вот у меня в данном случае есть вот это наш старый картофель который мы очень много лет его выращиваем и сохраняем это иванда мария по-народному пьянычка так называли родители вот этот сорт очень хороший и мы его сохраняем и поэтому и семена и для питания я знаю что этот картофель хорошо для борща вивиана очень хорошо для пюре и для того чтобы пожарить гала очень хорошая в пюре поэтому у меня каждый картофель для каждого блюда в отдельности все это отдельно заготовлено и потом легко он чистый еще одно преимущество того что мы вот второй свой хлеб вот так к нему нежно относимся и бережно потому что когда уже набираешь зимой в любое время берешь а он чистый замечательный картофель чистишь его готовишь с него и нету никакой грязи как обычно было у нас это раньше и так первая картошечка семенная и для питания наш второй хлеб начинает закладку начинаем закладку и дальше каждый сорт в отдельности я еще отдельно вам по сортам расскажу что у нас было что мне понравилось но в данном случае начинаем с нашего старого проверенного сорта иванда мария семена и второй хлеб на зиму ну а мы раиса горяченко и александр волик прощаемся пока с вами нам предстоит вот это все заложить сложить заготовить все поспешить чтобы пока температуры не понялись высокие вот это все сохранить и заложить на хранение и так самое главное правило закладки это температура воздуха температура погреба должны быть не сильно резкими температура воды в которой мы моем обязательно должна быть температуры воздуха для того чтобы картофель снова же не подвергался стрессу и естественно обработка еще обязательно марганцовкой для того чтобы не прорастал картофель и для того чтобы споры грибковых заболеваний или же вредители та же картофельная моль не имели шансов никаких шансов здесь размножаться жить и оставаться на нашем картофеле портить его картофель у нас будет здоровый второй хлеб у нас есть и замечательный хлеб а мы прощаемся с вами всего вам самого доброго у нас впереди очень важная и серьезная работа пока пока